Так, снимает. Володь, привет! Расскажи, пожалуйста, о себе. Представь себе, кто ты, откуда. Меня зовут Владимир Калугин. Я из Карелии. У многих лидеров не так уже минут, три года. Я в программе сети, еще там, на него я здесь занял. Ты победил на прошлом хакатоне CityCamp&Hack. Ты мог бы рассказать о проекте, как называется вообще, о чем он и для чего? Это карта, где люди, например, бомжи или женщины с детьми в трудном положении могли бы получить помощь. То есть, получить бесплатную еду, одежду, временный ночлег или, если они потеряли документы, восстановить. Им окажут консультацию и другую помощь. Все это собрано в одном месте на карте. Я правильно понимаю, что ты совсем недавно завершил это приложение. Скажи, пожалуйста, сколько времени у тебя заняло? Были ли какие-то сложные моменты? В сумме, если плюсовать все рабочее время, это заняло четыре недели. Но так как я свободный от основной работы время, это растянулось больше, чем на два месяца. Приложение было, ну, кроме веб-сервиса, было сделано еще и других приложений. Не вижу в нем ничего сложного. То есть, это было, в принципе, все легко сделать. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, должны ли программисты участвовать в подобных проектах? Вообще, насколько это сложно? Насколько, как бы, тебе это... Как ты видишь перспективы этого приложения? Я не готова. Я думаю, программистам обязательно нужно участвовать. Потому что в программинской среде существует такая проблема, что работают ради работы. Пишут инструменты ради инструментов. И очень часто забывают, что программирование – это всего лишь инструмент для помощи. Это технология, которая может помочь людям. Это чему неудобно. Но, в первую очередь, нужно свои навыки, и это самое трудное, направить в нужное русло. То есть, концентрироваться, найти проблему и решать. Угу. Отлично. У тебя есть что-то, что ты мог бы сказать, порекомендовать коллегам, программистам, или общественным деятелям, которые, может быть, хотят научиться программировать? Первое – это как бы технологии со стороны начинающих казались сложными, они очень простые. То есть, это все занимает несколько дней, может, недель. То есть, вы за несколько недель можете все это освоить и разбираться, писать на этом. И вы обречете правую силу. Вы сами удивитесь, что можете писать игры, приложения, серверы. То есть, то, что раньше было доступно только научным институтам, теперь у вас может работать на одном компьютере, на одном мотору. Посоветовать, я думаю, уменьшить этот интервал между идеей и воплощением. Пусть это будет криво, плохо работать. Другие люди, если им понравится, они допилят. Но ваша идея сможет хотя бы получить шанс на то, чтобы выжить и развиваться. Отлично. Большое спасибо.